В образовании вообще нельзя работать ради чего-то. Мы часто работаем в образовании вопреки чему-то. Нельзя общаться с детьми, нельзя воспитывать будущее поколение, не будучи свободным самому. Я считаю, что я достаточно свободный человек, мне это очень устраивает. И мое творчество, может быть, отсюда идет. И я не вижу резкости сказать, что сегодняшний день хуже или лучше, чем те, которые были. Они просто другие, другие, потому что время другое. Они очень открыты для общения. Они реально не боятся высказывать свое мнение. Они реально не боятся искать информацию и ею делиться. Для достижения успехов недостаточно. Мы не можем гладить все время детей по головке. Что они преодолевают тоже так же сейчас. И боль какую-то, и преодоление какие-то. И у них есть препятствия, они должны что-то там достигать. Но им это нравится, мы им помогаем в этом во всем. Ты должен постоянно идти вперед и постоянно работать. Тебе в затылке постоянно дышат. Ты должен постоянно что-то изобретать, что-то показывать, готовить команду. Ты не имеешь права ошибиться. На самом деле, возможность человека безгранична. Может быть, у тебя уже не будет такая ровная, красивая походка, как раньше. Может быть, ты там не сможешь прыгнуть 4 метра в длину. Но физические данные очень развиваются. Вот я приезжаю на турники, ребята начинают доставить телефон и снимают на камеру. Я подтягиваюсь больше, чем обычные здоровые ребята. Ну, если ежегодно в Сочи приезжают несколько тысяч человек, и у каждого из них есть стремление попасть туда. И пока КВН, может быть, и теряет свою популярность, потому что есть другие проекты, через которые можно в телевизор пробиться. Но народу в Сочи приезжать не меньше стало. По-прежнему КВН среди молодежи популярны. Удобный способ. Раньше он был один, наверное, единственный. Когда ты мог с университета, начиная, без какого-то образования или еще чего-то, просто собраться с командой, и попробовать выступить и проверить, только вам это смешно или людям тоже. Если бы мы не увидели интереса со стороны людей, мы бы просто перестали заниматься этим проектом. Нам хочется, чтобы современное искусство, ну, если уж не полюбилось цветскому зрителю, то хотя бы стало более-менее понятным. Мы очень хотим, чтобы на базе рельсов развивались проекты, связанные, например, с улучшением городской среды. Наша главная задача – делать город интереснее, делать город лучше.